Результаты референдума всполошили европейских политиков. В Брюсселе даже заговорили о пересмотре отношений с Турцией, которая стремится в Евросоюз. Больше о европейской реакции на турецкий референдум расскажут наши корреспонденты. Голосовать на избирательные участки в европейских столицах пришли немного граждан Турции, но результаты волеизъявления все-таки удивили ЕС. 70-60% турк в Бельгии, Австрии, Нидерландах и Германии проголосовали за расширение полномочий президента. Такие результаты – ответ на критику европейских лидеров во время кампании, считают аналитики. Ведь некоторые страны запрещали агитационные выступления турецких чиновников. В то же время международные наблюдатели отмечают, референдум прошел с нарушением стандартов, в первую очередь со стороны турецкого президента. Избирателям не представили объективную информацию о ключевых аспектах реформ. Общественные организации не имели возможности участвовать. При этом только одна сторона широко агитировала в медиа. Давление на СМИ ограничило доступ избирателей к приоритетным источникам. Отреагировали и в Еврокомиссии. В своем заявлении тут призвали турецкие власти не спешить с изменениями, а учесть тот факт, что разница между голосами «за» и «против» невелика. В связи с незначительной разницей голосов на референдуме и далеко идущими последствиями конституционных изменений, мы призываем турецкие власти к поиску наиболее широкого национального консенсуса при их имплементации. Конституционные изменения, особенно их практическое внедрение, будут оцениваться в свете обязательств Турции как страны-кандидата на вступление в ЕС, а также члена Совета Европы. Вспомнили о намерении Турции вступить в ЕС и немецкие политики. По их мнению, самое время вообще снять вопросы с повестки дня. Более того, стоит пересмотреть и военное сотрудничество с Турцией, считают немецкой партией зеленых. Несмотря на членство в НАТО, Турция ненадежный партнер. Учитывая, что армия больше не является независимой от Эрдогана, нам нельзя участвовать в экспорте оружия в Турцию, с помощью которого Анкара могла бы посеять беспокойство в соседних странах. Недоволен Запад и инициативой Эрдогана вернуть смертную казнь в стране. Об этом турецкий президент упомянул накануне. В Париже заявили, что такие изменения будут противоречить европейским ценностям. Европейские лидеры уже готовятся объявить о пересмотре отношений с Турцией. Этот вопрос рассмотрят на саммите в начале мая.